Доброе утро. Доброе, доброе, доброе утро. На 16 градусов тепло, комфортно, хорошо. Алинка пошлась в школу. А я ей наконец-то на третий день вспомнила, что я же делала брошку. Показала, смотри, какая она. Ой, мам, какая красивая. Сколько ты ее делала? Я говорю, ну, два дня, не прям с утра до вечера, а два дня на уроках английского. Она говорит, ой, шесть часов. Говорю, ну, чуть-чуть меньше, но, да, шесть часов. Ой, какая красивая, можно я с ней пойду? Я говорю, ну, я не знала, что, как бы, праздник, вообще, 2 июля. Сегодня на минуточку 13 июня. Я говорю, ну, пожалуйста, я так хочу. Говорю, Сереги потеряла уже. Он сидит, морда. Кис-кис-кис. Говорю, не потеряешь? Нет. Думаю, ну, да. Говорю, ладно, иди. Говорю, ты хоть оба сидеть учительница спросит, какого числа Canada Day. Ты хоть не опозорься. Скажи, что 2 июля, а не сегодня. А то подумают, что мы с тобой не знаем ничего. Ну, хорошо. В общем, побежала в школу. А я ж вчера... У них 21 числа, 21 июня, они поедут куда-то с классом на природу. И там школа прислала письмо, что с собой собрать. И вот в этом что был перечень, что должен быть солнцезащитный крем. А я там одну девочку нашла в ТикТоке, которая, по-моему, в Эдмонтоне живёт. Не буду врать, но в Эдмонтоне, кажется, допустим, в Эдмонтоне. Она здесь то ли давно, то ли... В общем, она показывает лекарства, препараты лекарственные, которые можно купить без рецепта здесь, в Канаде. И показывает аналоги наши. Там, допустим, там и пул, или там что-то ещё. То, что я запомнила, потому что у неё там несколько постов, в принципе, много. И вот один из этих постов был про солнцезащитный крем. И она писала, что вот этот состав – это как физические фильтры, а вот такой вот состав – это химические фильтры. Тут же я поехала вчера в Шопперс, как раз купила себе спрей. Спрей хороший, хорошо держит. Короче, сосудосужающий препарат для носа. О, всё, моё, что носа, ехал классно. И искала, по составам вычитывала, искала, что это солнцезащитный крем, который же с физическими фильтрами, а не химическими для полинки. Ну, шла. В принципе, не три – дорого. Такой в спреи, чтобы ей удобно было. Нормальный такой. Вот. Надо там ещё бутылку купить. Может быть, рюкзак побольше посмотреть, потому что вещи складывать. Допустим, утром идёшь прохладно, а после обеда уже жарковато. Поля снимает лосины, снимает кофту, потому что ей жарко. Она хоть входит в футболки, в шортах. И куда эти вещи девать? Я вот думаю, может, досутно глянуть её ещё побольше. Хотя уже почти закончился учебный год. Так ей ходить ещё в этот, в Kids Club. Ой, в общем, не знаю я, что делать, как быть. В общем, надо ещё подумать. Главное, что я кремчик купила, потому что кремчик – это не как с бутылкой водой. Кремчик – ты стоишь и выбираешь. Там три года нужно же состав просто смотреть. В общем, нормально. Взяла. Ну, и два автобуса, но по-любому ж один не мой. Ладно, буду ждать дальше. А вы берегите себя. Увидимся пока. Ку-ку. Солнышко вам наше. Я вышла полпятого. Чуть-чуть сидела, чуть-чуть работала. Было дело на английском. Проходили задания, обсуждали. Хайкин, обсуждали кемпинг, отдых. И, в общем, кто любит отдыхать в мастиннице, а кто любит поезжать на природу. И преподаватель сказала, что в понедельник поделятся с нами информацией о местах, где в Манитобе, около Виннипега можно поехать на кемпинг. Есть разные варианты. Такой, как просто ты с палаткой идёшь, едешь там куда-то. А есть такой вариант, как, грубо говоря, эта палатка, ты её снимаешь там на месте, а там есть какие-то условия. Там и свет, допустим, в этой палатке, и что-то ещё. Ну, в общем, так более-менее всё современно, с условиями. Вот так вот. Интересная тема нам рассказывала, показывала фотографии. В общем, есть на что посмотреть. Но, в основном, то, что машина нас нет, смотреть мы ни на что не будем. Смотрела я слоты на паспорт. Это просто жесть. Ну, понятное дело, что в Канаде их нет, это ни для кого не секрет. Я смотрела Польшу. В Польше, Варшаву закрыли ей документ, по-моему, да, называется, уже забыла. Краков, Вроцлав и Краков, Вроцлав и Вданск. Это жесть. Там просто на изготовление паспорта, слотов. В Вроцлаве слотов нет. В Данске, по-моему, слотов нет. На июль уже. Я смотрела в Кракове. В Кракове был один день. Этот один день. Ой, Господи, 18-е число. Вот, 1 июнь, 18-е число, и всё, на этом всё. То есть уже даже в Польше, как бы, тоже этих слотов нет. В Германию я смотрела, там тоже ничего нет. Нельзя ничего оформить. В общем, я в шоке. Плюс билеты. Билеты 700-800, это я такие, там, по 15 пересадок нашла до Польши. И, получается, на одного до 1800 только билеты, чтобы садать в Польшу и оформить. А ещё же нужно, как бы, там, ну, хотя бы ночью переночевать, что-то поесть. В общем, это жесть. Это хорошо, что малую с собой брать не нужно. Она маленькая, я могу сама подать документы на паспорт без её присутствия. Короче, закручиваю отгайки просто по полной программе, ну, для всех. Не только для мужиков, но и для детей, для женщин. Ну, я просто в шоке сейчас. Да, у меня чуть меньше двух лет, но если бы мы были в процессе, уже пытались, хотя бы заполнили заявку на интерес, это одна ситуация. Может быть, мы бы успели. А так мы ещё даже не в процессе, честно, у меня просто волосы дымом становятся. Я смотрю на своих знакомых, что они делают. Тоже же ребята ловят слоты, ищут, и ничего, просто ничего. Заходишь, смотришь, слотов нет. Заходишь, смотришь, слотов нет. Смотришь и смотришь, ищешь и ищешь. Обновляешь информацию, слотов нет. Это просто, ну... Честно скажу, в шоке я. Я не знаю, какой выход из этой ситуации, потому что, допустим, сидеть, ловить слот в Канаде, ну, ты поймаешь там через 3-4 месяца, к примеру. Но его же здесь дольше делают, этот паспорт. Его делают, по-моему, от 5 месяцев здесь. То есть тебе нужно ещё учитывать это время, смотреть по срокам, когда паспорт заканчивается. У нас там не есть, но я и не поймала ещё этот слот. Допустим, в Польше это всё быстрее. Мне тогда сделали за 3 месяца. Я в декабре в середине подала, и в марте я забрала свой паспорт. Но это было больше года назад, может быть, сейчас правильно поменялись, и там что-то изменилось. И сейчас тоже сроки там выросли, я не знаю. В общем, я в шоке с этим паспортом, честно скажу. Я не знаю, как, что делать, как быть. В общем, надо здесь подумать, как это сделать. Я вообще не совсем понимаю, что делать. Что ещё хотелось сказать, это забыло. А, сейчас поеду в Поло-парк. Мне нужно в Телус узнать свои там моменты, решить. Я надеюсь, что мне там помогут, потому что для меня это такая небольшая проблема. В общем, сейчас буду на 11-й автобус. Поеду в Поло. А потом поеду в Суперстор, и потом уже поеду домой. Вот такой у меня на сегодня план. На следующей неделе, кстати, на этой неделе у нас английского ассельсмента не было, экзаменов не было. На следующей неделе, понедельник, вторник, как обычно, у нас будет занятие. В среду и четверг у нас будут встречи с учителем. Я не знаю, как это, птичий конференц, наверное, называется. Честно, не помню. В общем, каждому ученику уделяется, даётся 15 минут на обсуждение с преподавателем целей. Вообще, то, что были поставлены цели, то, что было достигнуто. Вот. На среду я записаться не успела. Значит, среда у меня выходная. Я не еду на английский. Четверг на 9.30, как обычно, поле отведу. На 9.30 я пойду туда. Ну, собственно, всё, я свободна. Это будет последний день. Мой английский уже заканчивается. И всё. Вот. Может быть, понедельник, вторник будет какой-то, я не знаю, экзамен, эсэйсмент. Я не знаю. Ничего преподаватель не говорила, но на этом всё. Это финиш. Там что-то летит. Такое зелёное, всё, вертолёт полетел. Вот такие дела. Вместе уже должен быть автобус. Я надеюсь, что я на него не опаздывала. Ещё мне нужно туда будет чуть-чуть пройти. И там остановка. И с бомжами проехаться. И я в полопарк. Не захотела ехать 66-м. Он долго объезжает. Полрайона объезжает. Пол Минипега, чтобы доехать до полопарка. А отсюда 11-й идёт, грубо говоря, по Мейнстрит. Он идёт по прямой. То есть намного быстрее. Так что... Чуть-чуть вам солнечной прогулки. Пятисекундная. По Виннипегу. Банков Монреаль. 22-й. Нет, это не мой. Банков Монреаль с нашим украинским. В общем, буду стоять, ждать, чтобы людей не нервировать. Не буду их снимать. Вам такого солнышка тёплого. Потом скажу, что я там решила свой вопрос или нет. У меня счёт больше пришёл, чем должен быть. В общем, жду. Увидимся. Не знаю. Я поделала свои дела. Что самое странное, я ходила в Телус, который в центре, ну, возле миграционного центра, там недалеко. Мне сказали, что помочь ничем не могут. Типа, звони сама, там, траля-ля. Я звонила, я несколько раз пыталась понять, что мне спрашивают роботы. Так я не поняла. Девчонок присела на работе. Они тоже не поняли. В общем, я приехала в полопарк в Телус. Туда, где мне в прошлый раз помогала девочка. И без проблем она позвонила. Позвонила со своего. Оставила заявку. В общем, мне всё лишнее убрали из счёта. Ну, из тем, что в центре мы искали, там, иди и сама. Звони, и ничем тебе помочь не можно. Как-то так. Не очень приятно, не очень. Понятно. Но. Главное, что я сделала. Сейчас жду автобус. У меня должен быть через 10 минут автобус. Сейчас поеду в суперстор. Ну, всё, уже домой. Потому что 6 часов. Я, как в прошлый раз, ждала там. В общем, долго ждала. И всё, я думала, в полшестого поеду обратно. Но на полшестого я не успела. Поэтому жду теперь на 6. Получается, 28 минут между автобусами вечером. В общем, вот так. Пойду на автобус. Полинку уже снимать не буду. Дома. На этом всё. Вам мира, тепла. Всего самого наилучшего. Теплого солнышка, хорошего настроения. Берегите себя и увидимся. Пока-пока. Пока.